Интерактивный музыкальный спектакль сыграли в Кыштыме для слабовидящих детей. Под опеку в местную коррекционную школу САД взяли активисты благотворительного фонда русской медной компании. Проводят для них праздники и дарят специальные тактильные книги. Подробности у Анны Арестовой. Дошкольники Варвара и Вероника на ходу подхватывают куплеты песни и повторяют движения за героем спектакля. Это Гыка, Весельчак и Озорник. Полная ему противоположность – Хныка, унылый и капризный персонаж. Интерактивный музыкальный спектакль так и называется – Гыка и Хныка. Его играют для слабовидящих детей в коррекционной школе детсаду «Аленушка». Режиссер-постановщик из Екатеринбурга уточняет – специально адаптировали пьесу под необычного зрителя. У нас есть добавлен новый персонаж, рассказчик, который комментирует действия. Если ребенок что-то не увидел или, может быть, у него зрение не позволяет что-то рассмотреть, а рассказчик, так сказать, занимается художественной иллюстрацией. Кыштыми актеры из Екатеринбурга играют два детских спектакля для дошколят и учеников начальной школы. Их пригласили сотрудники благотворительного фонда русской медной компании. После музыкального представления всем воспитанникам «Аленушке» вручают подарки. Это тактильные книги для слабовидящих детей. Начинается само волшебство. Кукаряку! И я за водой! Те книги, которые мы привезли, они, конечно, уникальны. И мы просто надеемся, что ребенок с радостью будет смотреть, читать, слушать эту книжку, потому что ее можно и читать. Это первое. Второе – ощущать тактильно все картинки объемные. И третье – слушать. В подарочном наборе комплект из двух книг. Здесь же объемная декорация, чтобы дети вместе с друзьями сами могли ставить кукольные спектакли. Педагоги коррекционной школы признаются, даже не мечтали о таких подарках. Уж очень они дорогие. Книги в таком доступе невозможно найти. В книжном магазине они не продаются. Это нужно специально заказывать через Москву. И на нас вышла медная компания. И вот предоставила им такую возможность воспользоваться данными книгами. А сотрудники благотворительного фонда русской медной компании обещают и дальше работать с коррекционной школой Куштыма. Анна Арестова, Екатерина Старикова, УТВ.